Максим, год назад мы планировали совершить эту поездку. Совершили. Как ты, всем доволен? Да, очень доволен, потому что в этот раз мы зашли так далеко, как никогда не доходили. Как хотели, да? Как хотели, как планировали. Все цели выполнены на 100%. Так мы и хотели дойти до Селькупов, до Ивенков. Мы были в двух поселках, были на Дороге Смерти, там, где действительно наши братья отбывали срока за веру. Поэтому удовлетворение внутри полное. Ты-то сам как себя чувствуешь? Ну, я чувствую замечательно. Я считаю, что все усилия, которые были направлены, оно того стоило. Нам было холодно, трудно, где-то, может быть, и здоровье нам было тяжело, но оно того стоило. Это поездка, которая, я думаю, она отпечатка таким четким на всю жизнь будет. Вот наш морской конь, пони, морской наши пони или ослик, который держал нас, вез нас. Немножко расскажи об этом корабле. Может быть, какие-то новшества нужно сделать в нем. Ну, на самом деле, корабль – это чудо. Мы получили сначала ведение, вот здесь идти на северные просторы. И нам нужен был катер, именно 10-местный. И Бог благословил нас небольшими финансами. Мы за 10 тысяч долларов купили этот катер. Конечно, он очень старый. Конечно, двигатель очень старый, внутри очень тесно, и все несовершенно далеко. Днище гнилое где-то. Но мы все равно каким-то образом, чудом, мы ходим по этим просторам, по молитвам, по вере нашей. Мы все равно передвигаемся. Конечно, чтобы дальше служить северным народом, этот катер надо переделывать, и много сюда надо вложений делать. Я думаю, что 1015 долларов нам надо сюда вложить, чтобы он был просто вот в рабочем, хорошем таком состоянии. Но всегда миссия требовала жертв. И, конечно, да благословит Господь тех людей, кто жертвует на такие поездки. И каждая поездка просто стоит она 3000 долларов. Это вот там бензин, солярка, продукты и все необходимые микроремонты. Одна поездка стоит вот таких финансов. Спасибо братьям, которые жертвуют, особенно брату Федору, спасибо за его жертвенное сердце, что он спонсирует эти походы. Да благословит всех, кто присоединяется к нам. Господь обильно воздаст по богатству своей славы. Единственный путь, который сегодня мы можем добраться, мы вот, нам доступны, простым людям, это вот этот корабль. Есть еще один вариант, это вертолет. Это, ну, для нас было бы очень накладно, тяжело и очень непрактично. Пользуясь этим кораблем мы можем, ну, какую-то даже помощь привезти, команда может быть больше. И то, что вкладывается в этот проект, оно не измеряется, думаю, деньгами. Хотя для любой войны нужны деньги, для любого труда нужны финансы. Но опять же, тот плод, который будет в небесах за этот труд, он измеряется намного больше. Это мы видим радость детей, подростков, молодежи, когда мы приезжаем в их селение, новые люди и новая информация, люди узнают о Господе. Кто-то первый раз совершает молитву, у кого-то появляется надежда, вера. И мы верим, что когда-то на небесах, мы только тогда, по-настоящему узнаем ценность этого труда. Да, я согласен, присоединяюсь к брату Федору. Действительно, неописуемые переживания в том, что ты находишься в воле Божией. И то присутствие Бога, которое мы приносим в эти поселки, как служители Божии, как церковь Иисуса Христа, это такая благодать. Видеть, как Дух Святой касается сердец этих драгоценных людей, которые спиваются, которые забыты всем миром, но Богом не забыты никогда. Это в сердце Бога Отца. Он Бог всех народов. И Его воля, чтобы мы шли до края земли и проповедовали Евангелие всем народам без исключения. Это вдохновляет, это благословляет, и это охота дальше это делать, не останавливаться. Поэтому да благословит Господь. У кого есть желание, присоединяйтесь. Мы только будем рады командной работе. Здесь не то, что один все забирает, это команда, это церковь, это все во имя Господа. Аминь. Перед нами еще очень интересные большие проекты на следующую весну и лето. Поэтому также присоединяюсь к приглашению. Все желающие могут присоединяться к этому проекту. Россия и Сибирь такая огромная, то всем места хватит.